Согласно данным Всемирного доклада о счастье, который публикует подразделение ООН по поиску решения стабильного развития, Финляндия три года подряд становится самой счастливой страной. Страна лидирует среди других в том, что касается средней здоровой продолжительности жизни, уровня доверия среди людей, качества социальной поддержки, уровня коррупции и безопасности. Да, и кстати, в Финляндии живет много русских, около 28 тысяч человек. Сами же финны лояльны, покладисты, честны, скромны и молчаливы. Согласно некоторым опросам, Финляндия является одной из самых честных стран мира. В эксперименте «Потерянный кошелек», проведенном в городе Хельсинки, было возвращено 11 кошельков из 12. Большинство людей очень дружелюбны и готовы помочь всем и во всем. Но бывает трудно установить с ними более глубокие дружеские отношения. Плюс от этого тоже есть. Финны очень тактичны и воспитаны. Они, как никто другой, уважают личные границы, в том числе и в физическом смысле. Они привыкли держать социальную дистанцию еще до пандемии. Финляндия считается дорогой страной, но благодаря уровню зарплат цены не так уж и кусаются. Врачи здесь получают в среднем 7 тысяч евро в месяц. Менеджер – 6200 евро. Инженер – 3250. Учитель – 3000. Минимальная же зарплата в Финляндии составляет 1200 евро ежемесячно. При этом, если человек получает меньше, то он имеет право на дополнительные выплаты от государства. Переработки здесь не приветствуются. За этим тщательно следят. Государству народ здесь доверяет. И есть за что. Оно заботится о жителях своей страны. Есть материальная помощь для людей с ограниченными возможностями. Молодым мамам, студентам, безработным. Финляндия имеет отличную систему социального обеспечения. С поддержкой для семей, в том числе. Это одна из лучших стран для создания семьи. Матери могут оставаться дома со своим ребенком почти год. С полной зарплатой и отличными пособиями. Финляндия – безопасная страна. Дети могут свободно гулять на улице одни. И вы тоже можете спокойно ходить в одиночку в городе по вечерам. Это никак не зависит от района города. Финляндия старается быть чрезвычайно современным государством. Технологии широко используются во многих отраслях. Транспорт, банки, школы и все коммунальные услуги. Чтобы все работало грамотно и быстро. Система образования признана одной из лучших в мире. Кроме того, образование бесплатное с рождения. Детские сады, школы и даже университеты. Бесплатно. Снять квартиру можно за 1200 евро недалеко от центра. А если вы студент в городе Хельсинки, то обратившись в жилищно-студенческий фонд, вы получите возможность снимать квартиру или комнату дешевле. В большинстве домов есть сауна, прачечная, помещение для велосипедов и колясок. И даже так называемый клаб-рум – помещение для проведения вечеринок для тех, у кого недостаточно места дома. И это все бесплатно. Достаточно только забронировать себе место заранее. И, конечно, Финляндия славится хорошей экологией. 70% территории страны составляют леса. Финляндию даже называют страной тысячи чистейших озер. Если быть конкретнее, их – 190 тысяч. Водопроводная вода является самой чистой в мире, и можно спокойно пить ее из-под крана. В финских городах большое количество парков и заповедников. Где бегают зайцы и кролики. Иногда можно даже встретить и лис. Финляндия привлекает также тем, что отсюда легко и недорого путешествовать по Европе. А главный аэропорт находится всего в 30 минутах от города Хельсинки. Обширная территория, связанная с малочисленностью населения, делает природу бесспорной хозяйкой. Даже при посадке в аэропорту города Хельсинки можно увидеть только леса, озера и море. Проезжая между двумя городами, вы сможете легко проехать сотни километров, не столкнувшись с каким-либо сооружением, созданным человеком. Финляндия уже не первый год привлекает все силы иностранных рабочих. Это актуально на фоне развивающейся экономики и оттока собственных специалистов в более развитые страны. По данным правительства, уровень занятости населения находится практически на пике. Рост заработной платы опережает инфляцию, а специалистов требуется все больше. Кроме того, рождаемость в стране падает, поскольку власти ожидают, что к 2025 году население Хельсинки вырастет до 700 тысяч человек благодаря приезжим. А с апреля 2009 года в стране появилась возможность получения вида на жительство талантливыми предпринимателями. Поэтому переехать в Финляндию и найти там работу может быть проще, чем в других странах. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить ему лайк. Это помогает в развитии нашему каналу. Обязательно подписывайтесь, если еще не сделали этого. Впереди много всего интересного из мира карьеры, туризма и путешествий. И, конечно, пишите в комментариях, какие страны вас интересуют больше всего. И мы сделаем об этом наши новые выпуски.